У нас в студии удивительный гость, известный актёр театра и кино, а также он музыкант в прошлом, радиоведущий, а может быть и в будущем радиоведущий. Ну, не буду я много говорить и испытывать ваше терпение. Алексей Горбунов у нас в эфире сегодня. Алексей, честно скажу, я немного волнуюсь. Ничего не надо. Доброго вечера всем из Украины. Приветствую славный город Рига, в котором мне всегда приятно быть. И спасибо, что позвали. Просто я прилетел полтора часа назад и вот сразу к вам в гости. За это вам отдельное большое спасибо. Это вот Лене, спасибо. Организатор спектакля «Чёрная шкатулка», которую в Риге мы 26-го будем показывать. Леночка у нас находится за кадром. Про чёрную шкатулку мы ещё поговорим впереди. Алексей, очень благодарна за то, что вы пришли. Нашли время после самолёта. Я понимаю, что это перелёт. Всё равно устаёшь. Даже пусть он небольшой перелёт. Всё равно устаёшь. Хочется отдохнуть. Но, тем не менее, вы нашли время и пришли к нам. Как вас встретила Рига? Отлично. Погода замечательная. Единственное, что у меня сразу же забытое чувство. Пробок. Оказывается, чемпионат мира в очередной раз в Риге по хоккею. И Рига стоит сегодня. Рига стоит тотально, потому что, вы знаете, да, это дорога из аэропорта. Из Юрмала люди едут. Этот мост. Я, когда увидел количество машин, я настолько отвык за это время от пробок. Хотя я был в Киеве, знаете, месяц назад, перед Пасхой. И меня поразило, что то же самое, вот абсолютно, как до войны, проехать в центре Киева невозможно. Сегодня я увидел то же самое в Риге. У меня такой флешбек. Вот. Просто, как бы, для Риги не очень типичная там ситуация, да. Ну, чемпионат мира по хоккею, естественно. Потому что два года назад, это был ещё ковид. Мы снимали здесь сериал. И я почти два месяца жил в Риге. Вот, прямо в центре. Это у меня пятая картина в Риге. Я так буду немножко прыгать, да, поскольку мы о Риге начали говорить. И для меня Рига очень такой, ну, родной в каком-то смысле город. Потому что «Красная капелла» сериал, который я очень люблю, почти год мы жили в Риге. Снимали этот сериал, он вышел в 2003 году. Режиссёр Александр Аравин, продюсер Валера Тодоровский. Вот. И с того времени вот как-то Рига у меня в сердце. И после картины «Красная капелла» ещё было почти пять картин. Вот я периодически там раз в год, раз в три года приезжал в Ригу. И жил на улице Скова, самая любимая улица. Я хочу сказать, что Рига у многих остаётся в сердце. Вот кто хоть раз побывал в Риге, хоть один раз приехал в Ригу, у многих остаётся в сердце. И мы, в принципе, рижане и латвийцы, этому очень рады. Потому что к нам приезжают замечательные люди, актёры. И слава богу, эта пандемия уже сейчас закончилась. Да, потому что тогда было в Риге попроще, потому что я вспомнил. Потому что, да, была пандемия, и мы даже анализы при прилёте в Ригу, отдельная была очередь, брали анализы, как сейчас помню, 25 евро я платил. И ждал 10 минут, и только когда выдавали анализ, тогда уже по громцам ты шёл. И выпускали тебя, в общем, да. И поэтому было мало людей, и было очень кайфово в том плане, что мы снимать могли. И как бы там пробок не было таких, очень классно снимали. Но у вас были на улице, да, вы снимали? Ну, в основном, ну как, у нас улицы было очень много, у нас было... Нет, интерьеры тоже были, в Риге же как любят. Вот мы сейчас с Леной идём, одно парадное, второе, я говорю, в этом парадном я три кино снимался, в этом я видел в кино эту парадную, потому что того времени все вот в центре города, вот эти большие двери, стеклянные, как в Париже, да, киношники обожают дворы Риги, обожают парадные, вот именно вот эти парадные подъезды. Знаете Ригу, как называют маленький Париж? Ну да, да, да. Часто так называют маленький Париж? Ну да, наверное, поэтому Рига замечательный голос. Алексей, вот я честно скажу, что я так почитала вас и в Википедии, и прогуглила про вас, и фильмографию, посмотрела фильм «Шулер», мы об этом тоже поговорим. Ещё, кстати, посмотрела фильм «Шулер», а потом уже узнала о том, что у нас будет с вами интервью, это как-то так вот всё совпало, случилось. Вот. Вы родились в советское время. Да, родилось в советское время, да, в 61-м году, да. В Википедии про вас написано актёр, советский, украинский актёр театра, кино, музыкант и артист Украины с 2016 года. Я народный артист Украины с 2016 года, а вообще-то я заслуженный артист УССР. Я получил за год до развала Союза в 89-м или 90-м году звание заслуженный артист УССР за картину «Гуга». Это первый фильм о «Штрафбате», который снимали в Одессе величайший режиссёр Велен Захарович Новак снял. Дай бог ему здоровья, потому что ему, по-моему, 84 уже, и два года назад перед войной он снял в Одессе шикарное кино, где мне посчастливилось опять небольшую роль, но сыграть у него в хорошей очень картине. Ну, короче говоря, звание я получил за фильм «Гуга». Как я понимаю, у вас очень много связано с Одессой и ролей, и фильмов одесских очень много. Дом в Одессе, да, уже 12 лет назад, как я купил дом в Одессе, и, в общем-то, мы с семьёй, да, 12 лет, уже 13, ну, как бы этот год не в счёт, да, в Одессе, ну, 12 лет, в общем, да. А каким вы были ребёнком, вот мне хочется, мне интересно, каким вы были ребёнком? Ну, нормальным советским ребёнком, как жил на улице, занимался футболом, занимался хоккеем, занимался гимнастикой, прыжками в воду, потом в 13 лет уже вдруг понял, что есть иностранцы, гостиница, и можно менять жвачку, а потом доллары стал менять, вот. Вот, джинсы, пластинки и сигареты американские. Ну, нормально такой. В 13-14, да. Вот, поэтому я был такой, ну, босяк, как и всё моё поколение, собственно говоря. Да, я никогда не думал, что там я в артисты пойду какие-нибудь, то есть, папа мне говорил всегда, у меня папа инженер-проектировщик был, у меня папа огромные объекты строил по всему Советскому Союзу. Хотя у меня папа сам с Алтая, он сибиряк, но он так любил Киев, что из Киева, куда бы его ни звали, в Москву, в Питер или в Волжир строить станции большие. И мама просила, говорит, идите от САУ, говорите, чтоб заработали на видеомагнитофон и на чёрную Волгу. На шо мой папа, говорит, сынок, ты передай маме, шо я из Киева могу только шоу в Одессу поехать, понимаешь? Единственный город, который я могу поменять, Киев на Одессу. Сегодня я своим детям говорю то же самое, и старшие дочки, и младшие, что единственный, с Одессы я могу только в Киев поехать. Хотя, конечно, вот живя в Голландии уже много, вот где мы с Леной познакомились, я всегда Голландию любил, а сейчас прожив больше года в Голландии, убедился, что это моя страна, конечно. Это моя страна, самая любимая, я знал это, что Голландия, просто я приезжал как турист. А по менталитету неужели похожа? Менталитет наш, я знаете, сколько концертов голландцам спел, и все украинские песни, и сколько мы денег собирали первые полгода, потому что это были постоянные концерты и сбор денег для Украины, и для госпиталя, в основном для Днепропетровского, мы врачам собирали, очень много там аппаратуры медицинской собрали. Я пел голландцам на разных площадках, в разных городах украинские народные песни, они плакали и со мной уже пели через там, следующую песню уже включались. Это очень открытые люди, они очень эмоциональные, несмотря на то, что, да, как такая же немножко Прибалтика, да, так у многих людей, это такая, как Прибалтика. Вот кто не был в Голландии, это как Прибалтика? Я говорю, ну да, Вася, как Прибалтика, почти, только легалайс, во-первых, дороги хорошие, да, и дома 15 века, и вот оно как было построено там, вот оно там только улучшилось. Поэтому люди чтут традиции, потом я вам скажу, что город Харлем, в котором я живу, это Гарлем, который в Нью-Йорке, потому что голландцы Нью-Йорк, Новый Амстердам, это Нью-Йорк. Голландцы столько в мире открыли всего, что и живя в Голландии, наверное, в моем возрасте, мне 62 будет осенью, и я по всему миру поездил, и где я только не жил. И вот убедился, язык ужасный, только знаю, yes, I know, thank you, well, who did I, Heineken, Hector Young, по-английски я знаю, where are you from, да, how much expensive, sex, drug, rock'n'roll, вот все, что я знаю. Я еще раз говорю, я поездский ребенок, хулиган и двоечник. Вот, поэтому, да, к сожалению, мне не хватает знания языка, скажу, что моя старшая дочка, учится Настя, сейчас в Тулузе в киношколе, поступила сама, выучила французский, это старшая дочка от первого брака, моя, и уже полгода она в Тулузе учится, это очень крутая киношкола, после Парижа это второй такой, как бы, институт кино, вот, она на продюсера, ну, продюсера или режиссером, она будет первокурсовую сейчас сняла, вот, и она мне всегда говорила, папа, если бы ты знал английский язык, тебе даже Тим Рот говорил, потому что я с великими звездами снимался, с Тимом Ротом я снимался за фильмами Мебиус в 12-м году в Монако, и мне Тим Рот говорил, как же ты не знаешь английского, брат, потому что ты бы снимался в Америке сейчас, да и во Франции я бы снимался после Бюро Легенд, у меня пять картин французских, кстати говоря, и мне французы после окончания каждого кино говорят, ну что, Алексей, ты же уже выучишь, но если даже не французский, хотя бы уже английский, я говорил, yes, I know, и все, вот, мне уже в моем возрасте менять батарейки, которых нет, оно бесполезно, понимаете, потому что в конце концов актеры, как певец, как любой творческий человек, это энергия, это все равно в первую очередь энергия, мне еще повезло, видите, папин волос мой, вот этот вот, алтайский, и прадед у меня шаманом был, поэтому, видать, мне дорога вот как раз и в искусство. Но у вас же не, вы же не поступили в театральное с первого? Первый раз, нет, не поступил, я же не был комсомольцем, я же, у меня аттестат 3,3,3,2 был. Это были какие годы? Это был 79-й, 79-й год я не поступил, после 10-го класса, еще раз говорю, мне потом только сказали, как же так, Алексей, идеологический вуз, а ты не комсомольец, так тебя никогда не возьму. Я поэтому пошел работать в театре Лоси Украинки в Киеве, как сейчас помню, у меня была специальность подсобной рабочей костюмерного цеха с окладом 72 рубля 50 копеек, вот такие я получал деньги в 79-м году, но я смотрел все репетиции, Ада Николаевна Роговцева тогда блистала, была просто прямой театра, русский театр Лоси Украинки киевский, и я смотрел все репетиции, и этот год мне много очень дал, потому что мне и Ада Николаевна помогала. Программу делать, и по итогу я поступил на киноактерский курс к ее мужу Константину Петровичу Степанкову, моему великому учителю. Как важно иметь поддержку старших товарищей. Нет, талантливых звезд, актеров, которые могут тебе пару фраз сказать, и они тебе дают гораздо больше, чем ты читаешь теоретические книжки, или там, там, знаете, как это. Я давно сейчас хочу, я, кстати говоря, открыл курсы, можно в Инстаграме, у меня в шапке профиля посмотреть, мне ребята тут помогли, айтишники. Вот это новое поколение, которое уже живет там. Да, 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 я заметила, я посмотрела, у вас такой активный Инстаграм, у вас столько подписчиков. Ну, он активный, да, ну так, не знаю, это благодаря детям. Вот старшая дочка мне открыла. Ребята, подписывайтесь на Инстаграм Алексея Грибунова. Инстаграм, да, я надеюсь, вы ссылки покажете, Инстаграм, Фейсбук, и в ТикТоке, а это младший уже папа посадила в ТикТок, и у меня там на сегодня 170 тысяч подписчиков и 2 миллиона лайков, в ТикТоке мы называемся следопыты, потому что мы снимаем с товарищем Серегой Олимпиевым, моим другом, 3 года уже сериал, мы просто придумали для ТикТока сериал, где серия 30 секунд идет. Это то, что меня учат дети. И сегодня вот этим звездам тяжело будет, потому что я смотрю, дети их не смотрят, не знают, и никто внимания удержать детей, кроме талантливых актеров, не могут. 20 секунд у меня дочка вот так. Ни один лох не пробьется к детям в сознании, а уж не говорю про любовь, чтобы ребенок тебя полюбил, глядя в кино, но это надо Вездой быть. Вот эта девочка Вездой, да, которая танец этот придумала, вот у меня такая дочка, вот это их поколение, они будут только то, что их греет сердце и настоящее. Там комедий-клаб не пройдет. У этого поколения комедий-клаб можете похоронить. Уже все, комедий-клаб, я думаю, что уже уходит назад. Продолжают зарабатывать, да, в это время дети сидят и свое выкладывают в Ютьюбе, но скоро вот эти дети снесут все, что там. Мы же не знаем, сейчас новые платформы, кроме ТикТока же появились. Да, я думаю, что в будущем и появятся тоже новые платформы. Конечно. Так меня вот эти вот пацаны, которым по 35 лет, айтишники, говорят, открой курсы, почему ты не делаешь курсы? Я открыл курсы в шапке профиля, можете открыть, не знаю. Курсы онлайн? Курсы, ну как он, не онлайн, курсы, вот берете там, как это, покупаете курсы, открываете и смотрите. Я всем своим друзьям говорю даже, которые говорят, что за курсы? Я говорю, ты меня давно знаешь, давно. Ты же понимаешь, что я фуфла никогда людям продавать не буду. Я же не бары, а тебе. Так, ребята, подписывайся. Подписывайтесь, платите деньги, это единственные деньги, которые я могу заработать на пенсию. Я народный артист Украины, который сидит, комедиклаб чешет и, сука, себе карманы набивает. Это смотреть нельзя на убогих, блядь. Они все упакуют, упакуют и ездят. Они что, залы собирают до сих пор, мне интересно? Нет, они сейчас ездят все в Дубае. В Дубае, вот туда им дорога. Сейчас все поехали в Дубае. А мы в Риву и в Амстердам. Ну и в Одессу маму родную. А нам зачем нам в Дубае? Там жарко очень. Да нет, ну что нам там делать в Дубае? Нам там делать нечего абсолютно в Дубае. Вот, поэтому я говорю, что многие вещи, я понимаю, я старый человек, но вот вы же тоже работаете, YouTube, камеры вон, хайди, смотрю. Вроде люди взрослые, как я, моих лет, нажимают эти рычажки, слушают, но это другая жизнь. И ее нужно как бы в ногу с этим всей техникой идти, потому что ты отстанешь. И вот благодаря тому, что я в интернете уже сколько, почти 5 лет, и очень много с хулиганами, оптимус ганг, например, есть такие. Вот вы не знаете, а у меня в Риге эти дети 16, 18, 20 лет, живущие, родившиеся здесь. Вот вы же не знаете оптимус ганг? Судя по реакции, никто ничего не знает. Нет, не знаю. Ну, потом после программы включите оптимус ганг. Посмотрите, как я играю директора школы, персонаж придумал, комикс. Это такое гонево, это дети гонят с 9 класса, они снимают видео. Миллион 700 подписчиков у них, у этих детей. Я никогда не знал, я профессиональный актер, снялся в одном ролике, втором, третьем, 5 миллионов просмотров за неделю. Я говорю, пацаны, я всю жизнь снимаюсь в кино, и я вдруг понимаю, что есть пласт Ютуба, которого я не знаю, и ваше поколение, не зная ни одной моей картины, они знают Казимира Залупенко, это директора школы я придумал, Казимир Казимирович Залупенко. Это любимый персонаж детей, я попал этим комиксным персонажем в точку и в поколение, и для себя открыл новую вещь, что я могу еще 100 фильмов сняться у самых крутых режиссеров, но это поколение меня знать не будет, они эти фильмы не смотрят. Они не смотрят. Они смотрят только Казимира Залупенко, удивительно, но я попал и в это поколение. Алексей, вы же были диджеем еще? Я три клуба открывал, клуб Аль Капона до сих пор люди помнят, до сих пор в Киеве. Это кинотеатр Жовтынь, это самое сердце Киева, Подол. Три года был самый популярный клуб в Киеве. Это были 90-е годы, да? Это был 98-й, 99-й, 2000-й, а потом уже Меншиков у меня забрал Олег в театр, и я уехал, ездил еще полгода в клуб каждые выходные, но потом было очень тяжело. И в такси вы работали еще? В такси работали, но это все люди знают, это все есть открыт. Да, у меня восьмерка была, я, короче, горочевал я 92-й, 93-й. Потому что я был слабенький, мои друганы все волыны взяли, они в спортивной комплекции, кто цепи одели, и эти ворованные БМВ все сели с калашами, а у меня выхода не было, я комплекции не выдался, поэтому к ракетирам не брали, и пришлось сесть на восьмерку и просто горчевать, как мы тогда в те времена говорили. Бомбил я, короче, уже был заслуженным артистом ОССР, но Союз развалился, и все сразу поменялось. Я так понимаю, вы много снимались с Михалковым? Почему много? Ну, как я снимался у них в фильме 12, и фильм «Статский советник». Все, две картины. Только два, да? Только две картины. Как вам работало с Михалковым? Да нормально, тогда вообще хорошо работало, тогда кино на подъеме было. Люди были еще, как мне казалось, порядочные, совестливые и настоящие. Ну, так и было, наверное, в то время. Ну, а сейчас вы же видите Михалкова, шот, как вам сейчас Михалкова? Вот беса, вон он ведет. Не слушали, что он несет? Я слушаю периодически. Ну, кто это слушает? Я не слушаю, я просто периодически вижу это все. Надо в баню идти, вот он же любит баню, идти в баню, лес сажать надо, да? Ну, что-то как-то нет, все вот это туда, я не знаю, конечно. Я больше с молодежью, я все равно, знаете, сейчас время такое, почему дети? Дети любят настоящих. Для моего поколения настоящий был Высоцкий, Акуджава был, Леонид Быков был, в бой идут одни старики. Я пришел на Довженко, киностудию Довженко, в 81-м году. Я застал всех стариков, всех. Алялин, Гринько, мой учитель Кость Петрович Степанков, Брандуков, Боря Миколайчук, Гаврилюк. Величайшие актеры, великие актеры. Вы сейчас уехали, вы из России уехали, в 2014-м году уехали. Вы с кем-то поддерживаете связь? Ну, с очень близкими людьми, они не актеры. То есть с актерами не с кем не поддерживаете? Ну, нет, вы что, не видите, что с актерами? Где актеры? Актеры приличные, как говорят, звезды, звезды, либо на небе, либо в Маиле. Ну, с этим я согласна. Поэтому, что нам говорить, мы люди взрослые, давайте не лукавить, да. Общаться не с кем, да. Общаюсь поэтому с молодыми из тех и тем, кто Бороны Батькивщину, кто сейчас Родину защищает. Вот с теми я общаюсь. С врачами общаюсь, с волонтерами общаюсь. С людьми, у которых еще сердце настоящее бьется. Вот так скажу. Вы музыкант. Вы сейчас сказали, что у вас были... У меня группа Груз Пилота, 25 лет мы поем, играем. Но, опять-таки, у меня музыканты очень профессиональные пацаны. Всем респект, хлопцы. Все, в Риге хотели концерт делать, да, даже вот это... Сколько война, конечно, поломала судеб. Я уже не говорю про планы. Сколько было планов в Риге концерт делать. В Ригу привезти всем составом шкатулку, играть с музыкантами, с декорациями. Хотели творческий вечер мой делать тоже здесь. Поэтому профессиональные музыканты, а я пою все равно как актер. То есть, естественно, я пою старые песни, о чем я рос. Я Высоцкого пою, Аку Джаву пою. Вот как я пел с 13 лет. Блатные старые пою, украинские народные песни. Но у нас есть и свой диск. Один называется, он Амстердам. То, что мы записали, там половина песен наших. Мы редко пишем свои песни. На русском языке или на украинском? У нас такой микс. И очень много песен на слова Александра Кабанова. Это один из лучших поэтов в Украине. Он живет в Киеве, но он русскоговорящий. Он по-русски пишет. И вот за этот год войны он написал две книжки. Просто изумительные стихи. Можно на мой Facebook или в Instagram полистать, посмотреть. Вот очень много Кабанова. Кабанова, Сашу. Я и читал. И вот песни, половина песен авторских, это вот на слова Кабанова. То, что мы записали. Поэтому музыканты профессионально очень крутые. А я как актер и руководитель группы, ну и как главный цербер. Потому что музыканты, знаете, это даже не актеры. Вот художник, музыканты, это самые пьющие люди. Чтобы вы знали. Тут я на радио объясняю. У вас тут музыкантов же, судя по всему, вы так сталкивались. Я музыкант. Ну, так что я тогда рассказываю. За музыкантами глаз до глаз, плетья, электрошокер. Желательно, чтобы он, сука, бил на километр. Чтобы там, я вижу, где-то в километре, они уже туда ганделуку подходят наливать. Я вот так, чтобы обесточивать их. А потом разбираться подходить, понимаешь? Так что я в основном руководителем работаю. Слушайте, ну вы уехали в Голландию. Вот просто удивительно. Полтора года назад, да, уехали? Ну, вот так. А почему в Голландию? Ну так, судьба просто вот так вот привела судьба. Мы ехали к друзьям. Я забрал дочки, 12 лет было, и жену забрал. Потому что я в Киеве, начало войны, почти 10 дней я был, не мог выехать. Начали бомбить, уже же бомбежка была. Но машины вы уже выезжали на своей машине. На машине, да. А выезжать нельзя было. Мне сказали, Киев окружен, там не едь. Я сидел, ждал, а семья в Одессе. И в Одессе так тоже они первые дни бомбанули. А Киев уже все. Там Эльпень, Буча, они уже все. Мы с балкона утовали, что так просто два балкона, и мы смотрели. Я снимаю и показываю Москву другу. А там, они мне говорят, что ты нагоняешь? Я говорю, дебил, сука, ты меня знаешь 40 лет, мне что делать нечего? Сейчас на балконе стоять, показывать, как, блядь, ракеты летят мимо моего дома. Или какой смысл? Ну, то есть, меня это перевернуло, конечно. Поэтому я не общаюсь, меня вообще не интересует, что там происходит. У меня 9 лет нет в России. Я там знаю, например, то, что мне надо знать, да, близкие люди. Я вижу, что выходит, что там, кто куда уехал. Вот, ну, очень много все изменилось и повернуло, и я же говорю, столько за год свалилось, столько пережито, столько потерь. Я про всех и говорю, я говорю, при этом мои друзья остаются в Харькове, мои друзья остаются в Херсоне, мои друзья в Одессе, в Киеве. Музыканты в Киеве все время, понимаете? Потому что я приезжаю, я там раз в месяц, раз в два месяца все равно приезжаю в Киев, и у нас концерты, и мы где-то еще ездим. Вот сейчас в госпиталь должны, уже там давно обещал в Днепропетровске приехать, мы должны и в Харькове должны концерт дать. Ну, помимо Киева, да и до Одессы доехать бы хотелось. Поэтому всего, столько пережито, говорю, что все изменилось. Но при этом надо продолжать петь, и я смотрю, как сегодня людям не хватает простых песен, простых стихов. То, что вот прямо в сердце. Касается, в сердце заходит, да, простые слова. Вот те актеры старые, они умели, те, которые нас учили, они умели этим владеть. Сейчас это все коммерциализировано и ложь, если мы про официальный телек, говорим, про кино, которое они снимали. Я сама в свое время когда-то эмигрировала тоже, я жила в другой стране, ну, как бы я не жила никогда в России, родилась в Латвии, и в свое время эмигрировала в Норвегию, в Норвегии прожила 12 лет и вернулась домой. Ну, по-русски отлично говорите, я смотрю, так нормально чешите. Я русский человек. Ну, кстати, мой папа украинец, мой дедушка из Полтавы, но они потом уехали в Казахстан. Ну, неважно, главное, что Куриня Е там с Украины. И у меня настоящая по папе фамилия чисто украинская фамилия, такое прямо вот... Ну, так круто же, видите. Вот, я просто, я к чему, я хочу сказать, что попав за границу вообще в чужую страну, не так просто адаптироваться, потому что ты все равно чужой, и я вот даже, я прожив 12 лет в Норвегии, я все равно мы не, ну, не становимся своим. Да, конечно, конечно. Ты не станешь своим. Нет, либо молодым надо очень молодым. Родиться там, вот у меня сын там вырос, он школу закончил, ему сейчас 22 года, он там, он как бы уже и свободно говорит, владеет, и его не отличишь, как бы. Он все равно уже адаптировался. Ну, конечно, у меня дочка французский выучилась, сдала экзамены все в Тулузе, и вообще тяжело, просто 300 человек на место у них. Это очень крутой институт, она сдала, все, она по-французски так говорит, что я вот так прямо открыл рот, говорит, доченька, как же приятно, когда... Я говорю, дети очень талантливые. Дети талантливые, да. Они не сгонятся со мной, что старшая, что младшая была. Вот, и поэтому, как бы, для них это все нормально привычно. Но все равно они хотят домой. Как вы, как вы вот это вот первые дни? Нет, я нормально, я просто говорю, у меня стоп, понимаете, когда начинается война, это же трудно передать. Это вот ты не передашь, когда ты вот, ты не поймешь, что такое на твой дом летят ракеты крылатые. Это же только в кино ты видел, это же передать до сих пор. Вот я больше года идет, у меня в голове не укладывается просто все. Ну, честно говоря, такое ощущение, что мы все смотрим кино. Ну, вот я еще раз говорю, только люди сидят реально под бомбежкой. Вот пока мы сейчас с вами говорим, люди продолжают сидеть бомбежкой, с дитями, с бабушкой, с дедушкой. За водой нельзя выйти, понимаете? Эти вещи, которые, их рассказать словами очень тяжело. Даже когда видео люди много снимают, многие же видят, да уж столько видео. Кто-то хорошо сказал, говорит, это война, где зафиксировано каждое преступление, каждые секунды преступления зафиксировано все на это. Отвечать будут все люто. Как вы видите наше будущее? Я никак, как я вижу. Я молю Бога, чтобы все прекратилось, закончилось, и чтобы перемога уже была за нами. И, честно говоря, я переживаю только за детей и за их поколение. Я свое пожил. У меня, слава Богу, я вообще, мое поколение, вот просто хочу сказать, ну, процента, наверное, 80, все поумирали с 20 лет. Те, с кем я вырос, это наркотики, хулиганы, стрельба, потом 90-е, понятно, да? У меня все, у меня почти все поумирали. У меня очень мало друзей, с кем я вырос. Поэтому дожив до 62-х, ну, надеюсь, что доживу до 62-х, это и так, too much. Я, в принципе, мое поколение приличные актеры, они уже давно все поумирали. То есть нужно относиться к этому как-то так нормально. Потому что мой кумир, куртка, Бэйн, Джим Моррисон, Роллинг Стоунс для меня, великие вот мои учителя, которым по 85-87 лет, они как продолжали курить марихуану, продолжают, и, сука, еще на стадионах собирает стадионы, играет. Я не понимаю, как. Которые съели. Представляете, в 18 лет они съели все наркотики, при них все наркотики появлялись. Я не знаю, как. Для меня загадка. А Брюс Принстон, 80 тоже. А Том Вейтс. Но ведь многие же ушли от этого, ушли из жизни из-за этого, по этой причине. Ну, тут уж каждая своя судьба и дорога, я же говорю, тут такое дело. Поэтому просто за это время, за этот вот год войны, он настолько спрессован, он столько происходит всего. И неважно, где ты находишься, в Европе, или я приезжаю в Киев, первый день, два, ты так, конечно, в тревоге, но потом ты привыкаешь. И гораздо проще жить, ну, мне, по крайней мере, потому что там все мои друзья, я вырос, это мой город, моя энергия. И даже в этих траблах, ужасе, ты все равно себя гораздо комфортнее чувствуешь, чем за границей. Потому что, когда ты оторван, у тебя фантазии и все, что, а что ж, звонят люди, говорят, вот, началась опять тревога, опять это. И ты себе дофантазируешь гораздо больше и переживаешь гораздо больше, лично у меня, вот так. Хотя мне многие тоже близкие люди, кто вот за границу уехал и живут, еще не возвращаясь в Украину, у них вообще они с ума сходят. Потому что вы еще, если родители там и близкие, да, в Украине, просто я вижу по людям, они просто не спят там, они только переживают и волнуются. У меня друзья тоже на Украине живут, и в Украине, в Украине, на Украине, вот этот спор вечный, в Украине или на Украине? Да, да, уже что-то, правильно говорить, в Украине, но я говорю о том, что просто настолько все за этот год, всего, спрессовано, при этом еще сняли два коротких метра. Я в Испании был, Рома Качанов снял короткий метр, кстати, он недавно был в Таллине или в Ригу тоже там собирался. Второй фильм сняли в Кишиневе, тоже молодые, молодые ребята. Это вот сейчас, вот сейчас, да. И выходит фильм Казимир Малевич, который снимали в Киеве, как раз первый вот эти по 40 бомб, когда они кидать в октябре начали, это я своими глазами видел. Мы в Киеве снимаем в центре, у нас крылатые ракеты. А вы в это время снимали? Мы снимали весь месяц, и я вот снимаю «Шляпу», это тоже молодое поколение, ну, относительно молодое. Даша, Даша Онищенко снимала ей сколько, ну, под 40, наверное, ей. Вот, ну, в общем, в принципе, молодые, актеры молодые, все с Театра Франка, все украинские актеры, сценарий по-украински, очень крутая история. Я не знал, что у Казимира Малевича тоже сейчас знал, что великий художник, но я не знал про его жизнь почти ничего. А тут настолько круто сценарий, очень хорошую роль, и очень, я говорю, ну, вот как снимать? За месяц сняли кино под бомбежкой. Это уже отдельная история. Я жду, не дождусь этот фильм. Никогда сытый актер не сыграет то, как мы снимали Малевича. И почему жду там фантастические актеры молодые? И вот передать невозможно, что такое под бомбежкой снимать кино. Это вот, ну, я жду очень этот фильм. Вот в этом фильме можно будет увидеть прям других людей, другую энергию, и все другое, короче. Дорогие друзья, вы находитесь в Рига-студии 25 на 8, Ирина Фортеса в студии, и за пультом управления у нас сегодня находится Мартин Махно, и мы продолжаем наш... Мартин Махно? Мартин Махно, да. Как Махно? Махно. Местер Иванович Махно? Да. Это ж я фанат дикие батьки Махно. Он у нас Махно, и сегодня у нас в гостях Алексей Горбунов, замечательный актер, украинский актер, интересный человек, и мы продолжаем наш разговор. Как раз мы сейчас говорим про новое, молодое поколение, что оно, в принципе, переворачивает сегодня весь мир. Конечно. И всю структуру мышления, и вообще... Конечно, и слава богу, это их время. И вот этим пенсионерам, старикам, что задумали вот эту тьму лютую, я просто удивляюсь, как вообще, как... У меня такое ощущение, что там у них же у всех дети есть, внуки. Я поражаюсь, как можно вообще такое не думать о детях. Будущее за ними, отойдите. Они имеют право на будущее. Вы пожили и хоре. Вот я в 62 понимаю, что я пожил, мне на пенсию уже пора. Только дайте мне пенсию голландскую, дайте велосипед мне нормальный и курсы студентов. Все, мне этого хватит, я их буду обучивать. Многие певцы, ну, так уж получилось, что мы все равно сейчас, как бы, обращаемся к тому, что происходит в России, в российском шоу-бизнесе, в российском кино, потому что мы были... Я вообще не знаю, что у них происходит, скажу вам честно, и не интересуюсь, что происходит там у них. Нет, я к тому, что взрослое поколение, взрослые актеры не дают дорогу молодым. Они уже там по 70 лет выходят на сцену, и сколько уже можно идти? На сцену. Они в Ютьюбе ведут, он программы там, рекламу забирают себе. Это цирк, конечно. Начали петь с молодыми, кто с рэперами поет, кто с кем-то. Ну да, фуфло только со всех сторон, куда ни глянь, фуфло. А выходит малой, настоящий. Вон сколько сейчас в интернете. Причем не важно. Они по всему миру открываешь, просто пацан встает, так с телефона свой текст. Сука, он читает так, что просто аж с того телефона меня прям прожаривает, как пуля. Алексей, но вы мне объясните, люди платят за это деньги? А люди ли это, надо спросить? Может, монстры, может, они закаспирированы за людей? А возьми, там, открой ту застежку, и динозавры полезут страшные. Ведь они же сидят в концертной зале, деньги платят, громадные деньги за это платят. Ну, пусть платят, пусть там и живут в тех залах, нам не надо. Мы живем на улице среди людей. Мы живем в студии, жарко. Лена снимает. Таня ноги показала сразу настроение. Таня у нас, да. Сразу вспомнил, как это было ухаживать за девушками. Забытая опция. Это уже стерто, понимаете? Вот, так что мы за живых людей и в ногу с жизнью идем. Но я знаю одно, что лучше молодым все отдавать, молодым детям, потому что это наши дети. Будущее их, не наше, их. А мы должны им помочь, чтобы у них сложилось полегче, там, скажем, чем складывалось у нас. А как вы, кстати, относитесь? Я знаю, что у нас проблема есть. Ну, мы уже говорили про запрещенный, как бы, вскользь, что актеры, музыканты и курят, и что-то... Курят, бухают, подонки. Многие кокаин нюхают до сих пор. Нюхают, курят, пьют. Я смотрю, да, как они еще живут. Играют плохо, правда. Вот таких, это же надо Роллинг Стоунцев. Это же надо быть Китом Ричардсом, чтобы вот это сожрать. Я к чему, понимаете? Бухнуть, понюхать, покурить, сука, взять гитару и так, что люди плачут. Да. Это, это, это только роллинги так много. Но это только они так могут. Ну, понимаете, вот молодое поколение смотрит на них, и ведь многие же употребляют. Не знаю, и наоборот, мне кажется, молодые, с нашим поколением, вот я по себе лично говорю, и там, где я вырос. Во-первых, мы бухали, у нас было время алкоголя, конечно. Мы бухали страшно, просто страшно. Потом, как ты, а они не бухают, они пьют пиво, либо слабоалкогольное. А они знаете, что сейчас делают? У них много другого есть, вот таблеток, я знаю. И курят траву. Но есть дети, которые увлекаются, они не могут остановиться, а потом идет дальше. Говорят, первый шаг, это курить, а потом следующий. Ну, это как моя учительница говорила, и мои родители вот так же говорили, и я в этом обладаю. Знаете, я знаю, что это очень индивидуально. Как характер у человека очень индивидуальный. Так и у детей там в 12 лет это одно. Вот я смотрю, у моей дочки 14. Но вот 12-13, как у старшей, это самые траблы. 13-14, это вот этот тинейджер, у кого дети в этом возрасте есть, я меня пойму. Я прожила этот период времени. Еще девочка. Ну, я-то не помню этот период тоже. Папа говорил, ты тюрьмой закончишься. Но в 14 лет он мне говорил, когда нашел у меня 250 долларов, по 2 еще были бумаги, 2, 1, 5, трубу. А тогда в советское время за 25 в тюрьму сажали, за 25 долларов. А у меня 250 он нашел в 14 лет. В туалете труба замотана была. А у вас не ловили в полиции? Ну, ловила, конечно, как ловила. Но так уходили, с валютой-то не ловили. Потом старшие специально давали, и мы за валютой бегали. Вот так поменяли деньги, раз к старшим. Сразу соточку получили. И поняли, что валюта самый прибыльный бизнес. Не джинсы, не жвачка, не сигареты. Не значки менять. Вот он уже. 100 долларов отдал дяде. Но тем не менее, смотрите, вы пошли, вы стали актером. Вы пошли в актерскую профессию. Ну да, так много хулиганов стало актерами. Пошли в профессии. Примеров уже очень много. Что касается секса тоже, дети, запомните. Секс, это когда любовь, когда у тебя сердце трепещет, понимаешь? И мурашки бьют по телу. Это останется, да? Можно же про секс забыть? Да, можно говорить. Смотрю просто на Таню, и все, у меня сворачивает. Таня. Поворачивает у меня телега в другую, понял? Не, ничего, не прячь. Не прячь ничего, потому что я засну сейчас в эфире, и все. Понимаешь? Ну, красивые женщины, это очень... Я говорю, у нас так, любишь в ЗАГС. Вот был моложе, так у нас так было. Любишь в ЗАГС. А сейчас же не ведут в ЗАГС. Так какой ЗАГС они сейчас? Я смотрю, до 30 лет вообще жениться, никто не хочет. Ну вот я смотрю, как бы у них такая... Сейчас уже и детей не рожают так рано. Вот вместе детей не хотят, да, вот хотят там, ну... И тоже это... Но это 30-летние, это как молодые, средние, да, поколения? А вы как относитесь к свободной любви? Да я нормально вообще. Я к любой свободе отношусь нормально. Просто главное, чтобы в любых раскладах не было передозировки. Правильно? Передозай, чтобы не было. А это самое... Самое деликатное, и вот каждый, каждый стоит на вот этой границе. Будет передоз или нет? Так же в любви, так же в искусстве, я думаю, так же в работе какой-то. Ну, мне кажется, без передоза. Где найти эту грань, каждый ее тоже чувствует и знает. Да, это точно. У женщин это так, у мужчин это так, у молодых так, а у таких дедов, как я, вот так. Понимаете? А у среднего, у бальзаковского возраста так. А у тех, тем самое время, да. Тем самое время. Самое время жить. У вас есть какая-то ваша любимая роль, запоминающаясь? Ну, фильм я могу сказать, редко кто знает. Одна из любимейших моих ролей, я не могу сказать, что самая любимая роль, но одна из любимых моих ролей, это Румын. Моего персонажа зовут Румын. Фильм я. Режиссер Игорь Волошин снимали в 2008 или 2009 году, не помню. В Питере, в Кронштадте и в Крыму, кстати. Да. Это вот одна из любимых моих ролей. Кстати, Смоленинов там тоже главную роль играет. Там очень хорошие актеры. Кстати, многие умерли уже. Что-то вспомнил. Но мало кто его знает. Всем советую, посмотрите. Фильм я. Румын. Ну и, конечно, сериал Шико, судьбоносная роль, которую я люблю. Владимир Михайлович Попков, режиссер. Сериал «Графиня де Монсаро». Кстати говоря, «Курсанты». Один из любимых моих сериалов. Это режиссер тоже Андрей Ковун, который снимал «Охоту на пиранье». Кандагар он снимал. «Детям до 16». Я снимался очень крутой фильм «Детям до 16». Кстати, тоже посмотреть. То есть у меня французское бюро «Легенд». Одна из любимых моих ролей. Это четвертый, пятый сезон сериала «Бюро «Легенд», где я играю полковника ФСБ Михаила Карлова. С французами у меня всегда круто работается. Потому что это страна, которая придумала кино. То многие тут рассказывают, кто кино придумал. Французы придумали кино. Братья Люмьех. Поэтому кино у французов в крови. Как актеры, операторы. Я, кстати, до сих пор пересматриваю фильмы с Луидом Финессом. Это вообще классно. Конечно. Я обожаю эти фильмы. Бурвиль, это все. Филипп Нуаре. Там столько актеров грандиозных. Ну, я люблю французов. Мне очень комфортно с французами. Ну, вот «Бюро «Легенд». Всем советую посмотреть. Одна из любимых тоже ролей. То есть нет такого любимая-любимая. Вот у меня есть ряд ролей. Я недавно посмотрела фильм «Шулер». Ну, вот «Шулер», кстати, тоже очень люблю сериал. И вот я его как раз посмотрела. И потом оказалось, что уже поняла, что у нас с вами будет встреча. Да. Замечательный фильм. Интересный фильм. Но у вас такие роли всегда вы играете либо каких-то криминальных авторитетов. Ну, нет. Просто это много. Вы мало видели. Это вы говорите то, что видели все. У меня масса картин, которые почти никто не видел. Просто нужно повнимательнее посмотреть. Фильм «Я» посмотрите. Обязательно посмотрю. Потом есть... Ну, вот «Короткий метр» сейчас вышел. То, что Рома Качанов снял. «Счастье» называется. Кстати говоря, по-украински написали сценарий. Там играют испанцы. И у меня главная роль девочка. Очень талантливая девочка. Квитка. Сейчас в Лондоне они с мамой. Ну, приезжали на съемки. И дочку играет тоже девочка из... Актриса из Киева. Молодая. Очень трогательная история. Вот посмотрите. Это то, что в моем возрасте уже где. Вот просто про дедушку. Десять минут история. Плачут все. Даже я плачу. Потому что простая история. Очень простая. Дедушка живет в Испании, который уехал с Украины и ждет свою внучку и дочку. У вас же были в Таревьехе, да? Съемки были? В Таревьехе были, да. Дедушка живет в Таревьехе и... Шикарное место на удивление. Он мне рассказывал, что вы как раз там находитесь. Я такой кайф получил. Просто такая история. И вот второй фильм сняли тоже. Но это молодой снимал Ваня Невсиенко. Такой он в Лос-Анджелесе сейчас заканчивает. Это был дипломный фильм его. Сам написал сценарий и в Кишиневе снимали. Потому что история происходит в Украине. Но в Украину они не могли. Потому что полгруппа американцев говорит, давайте опасно в Украине. Поэтому они максимально к Украине ближе. В Кишиневе. И места очень похожи все на Украину. Естественно, это потому что Одесса до Кишинева три часа. Там все то же самое, как Одесская область. И такой кайф. Так я жду это кино. Я просто так его жду. И там Наташа Бабенко, по-моему, девочка тоже из Киева. Актриса талантливая, тоже молодая. Очень крутая. Просто вот я говорю, молодежь. И оператор киевский чувак очень крутой. Сейчас забыл просто тоже. И молдаване меня прям порадовали. Это новое поколение молдаван, которые сейчас работают в кино. У них продакшены свои, тоже много рекламы снимают, много клипов. По-русски говорят плохо, по-английски. Это так странно, как я в Грузии был. Пять лет назад приезжаю, 20-летний по-английски. Я говорю, как по-русски не говорят. Они не знают. У молдаван та же история. Вот это новое поколение. Зачем оно им знать, если он живет в другой стране? Зачем? В другой стране. Это моноспектакль. Да, черная шкатулка. Автор Людвига Шкенази. Значит, у меня просто история со шкатулкой тоже очень такая необычная. Значит, я шкатулку первый раз прочитал. Когда поступал в театральный институт в 80-м году. Первый раз. Она вышла, эта книжка. В советское время. Мне дал товарищ почитать. Она в 53-м году вышла. Было одно издание. Потому что Людвига Шкенази, по-моему, в Праге похоронен. Боюсь ошибиться. Потому что, когда война началась, он уехал из Германии или из Австрии. Он бежал от фашистов. И был, по-моему, в Праге. Потом куда-то еще уехал. И вот он после войны написал черная шкатулка. Это белые стихи о войне, о любви, о детях, о бабушках, о дедушках. Мужчина, женщина. Все, что происходит сейчас с нами, это все в этих маленьких текстах. Потому что он про ту войну писал. 41-45 год. Это так странно. Я говорю, в 80-м году я первый раз открыл. Причем была чем хороша эта книжка, черная шкатулка. Это маленькие тексты. Повторяю, это белый стих, который переведен на русский, естественно. По-моему, он на чешском писал. Или, может, на австрийском. Я боюсь тут. Людвига Шкенази можно найти, открыть. Фотографии, текст. Фотографии, текст. Она очень круто сделана. И меня товарищ говорит, посмотри, вот неплохие стихи такие. Потому что я просил программу, искал. Говорю, мне нужно что-то такое, чтобы было небольшое и не похоже на всех. Потому что одни и те же стихи, которые в институте, одни и те же басни, вы же знаете. Монолог Фигаро. И вот эта сука, все монолог Фигаро. 20 человек, они читают монолог Фигаро. Я говорю, мне так не надо. Мне надо оригинальный. Мне дал товарищ эту книжку. Я вот ее открыл дома. И вот он с первого дня начал искать себе, что... И вот начал читать с первой страницы. И просто меня впечатление было какое-то сумасшедшее от этой черной шкатулки. Я выучил какие-то тексты и читал на экзаменах. Ну, у меня было много программы. В какой-то я раз читал, в какой-то нет. Не суть. Я поступаю в театральный институт. И на втором курсе мне по сценарии речи педагог Гулякина Женя говорит, ты при поступлении читал какие-то тексты. Как она называется? Я говорю, черная шкатулка. Возьми для экзамена черную шкатулку. И она мне помогает. Мы выбираем тексты. И делаем на втором курсе просто бомбическую программу. Это 82-й год. И вот с 80-го года эта шкатулка живет со мной в голове, в подсознании. Время от времени я возвращался. Когда я уехал из Москвы в 2014 году, и у нас много концертов было, а съемок уже стало меньше. И я понял, что мне с группой придется большую часть работать. И я говорю, пацаны, давайте спектакль сделаем. Потому что концерт концертом, я актер. И вам будет интересно в театре поработать. И мы придумали. Декораций нет, денег нет. Надо было на простой форме придумать. Поскольку я уже понимал, что я как актер, у меня были отобраны тексты. Я уже понимал, что я буду играть. А музыкантам надо было просто сделать музыкальное оформление спектакля, чтобы декораций нет, сидят живые музыканты. И я только шляпу, мне товарищ помог. Говорит, нужно на каждого персонажа одевать шляпу. И как бы этим самым такой вход-выход в образ. Одна шляпа – это старик. Там кепку одеваешь, это значит чувак молодой, который ждет любимую. И на вот таких деталях мы сделали спектакль. Но когда сидят музыканты, и весь спектакль на сцене, и вся структура спектакля, она на музыке. Мы долго репетировали. Потом мы уже лет семь, по-моему, ну пять лет точно, пять-шесть лет мы играем. И я им тогда сказал, говорю, пацаны, это театр, это не концерт. И мы долго не могли вот поймать. Ну как бы суть, вот чтобы цельная получилась. Какие-то куски хорошо, какие-то нет. Где-то они буксуют, потому что они на сцене тряслись эти первые десять спектаклей. Переживали. Одно дело в клубе концерт, другое дело сет, это самое занавес, полный зал. Вау, аплодисменты, два луча. Нужно сесть четко на стул, слушать, что я говорю, потому что я уже там устал. Я говорю, чуваки, это не концерт, это спектакль. И мы долго репетировали. И я нервничал, потому что на мне все это было. И я понимал, как он должен выглядеть. Но в то же время, уже большой опыт в театре был. У меня все-таки в театре много работал. Я у Олега Менчукова семь лет работал. Я работал в театре киноактера, Довженко киностудия, десять лет. И в театре лоси украинки, по-моему, год или два я работаю. То есть у меня уже была театральная история моя, я понимаю. И я говорю, ребята, только через год вы ощутите ценность спектакля. Я понимаю, что я сейчас хочу, чтобы оно вышло. Оно не выйдет. И вы это поймете. Вот только вот когда мы год отыграем на разных, причем театральных площадках, только тогда вы это почувствуете. Вот так оно произошло. Мы год где-то 20 спектаклей мы сыграли. Вдруг в Праге, что ли, где-то мы за границей были. И вдруг вот с первой ноты, они, во-первых, круто играли. И вот они почувствовали, когда зал, вот просто муха летит. И мы просто обалдели. Обалдели. И вот после этого момента мы начали играть спектакль. И он, как любой живой спектакль, он с каждым спектаклем набираешь, 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 набираешь. И он становится монолитом. Как актер, это моноспектакль. Ну, конечно, его нужно смотреть, когда все музыканты на сцене. В этот раз мы будем играть, слава богу, Паша Гузев, приезжает сексопонист мой. И вот он будет музыкальную всю тему держать. А я, как актер, уже буду исполнять тексты Людвига Ашкинази. Ну, это за два года, это первый приезд в Ригу, да, получается? Да, да, да. Со спектаклем, да. Потому что я был на съемках, и... Нет, спектакль мы не привозили. Мы собирались, очень планировали. И концерт мой делать, и шкатулку вести. Но война... Все нам поменяло. Сейчас они другое любят шоу, там, по телеку показывают друг другу. Они вот смотрят, тычут, показывают. А эта шкатулка, я говорю, весь кайф в том, что это очень простые слова. Вот могу маленький фрагментик, вот просто, чтобы было понятно, как круто написаны слова. На земле нет радиостанции, которая передавала бы надежды и страхи бессонной ночи. Голову, взметнувшуюся над подушкой. Босые ноги, опускающиеся на холодный пол. Скрип двери. Щелчок выключаемого ночника. Вопросы, обращенные в ночь за окном. Где ты? Что с тобой? Почему ты молчишь? У радио своя программа. Вначале героическая музыка, потом духовая, а потом реклама. И тут идет песня. Вот это вот слова Людмилу Гашкина. Это маленькие фрагментики, вот на этих, таких маленьких текстах. Оно все. И удивительно, что на сегодня это вдруг столько лет прошло. Это обретает всего. Вот для нас, вообще для тех, кто в Украине, в первую очередь, это обретает совершенно другое. Это про нас, про сегодня, вот про каждую нашу прожитую минуту. Хотя и нейтральных людей, потому что я же все-таки много играл еще за границей. Мы играли очень много, ездили в разных местах. Причем в ночных клубах мы играли. Чем хороший спектакль, то его можно играть на любой площадке. Вот здесь мы можем на радио. Вот здесь Пашу поставь, и вот здесь бы его сыграл в видеоформате. На любой площадке можем играть. И поразительно, что богатые, бедные, разные аудитории, и всех это вот попадает просто, вот просто, прямо при простоте текста и при очень простой подаче, потому что, говорю, из-за того, что денег не было, и нам нужно было и на минимале сделать это все. Это удивительно. Ну, там тексты, конечно, Ашкеназия, это так прям все это, все написал, что вот удивительно проходит там 50, 60, 70 лет, а это все про сегодня, вот прям как про сегодня, про наш поразитель. Как вы думаете, я хотела уйти от этого разговора, не застрять внимание. Я хочу сказать, друзья мои, 26-го, где мы играем? Лена, скажи, место, где мы играем спектакль. Друзья, напоминаю, что черная шкатулка, моноспектакль «Черная шкатулка» с участием Алексея Горбунова пройдет в Доме еврейского общества по улице Слокас 6, ой, Сколос, Сколос 6, путаю все время эти улицы, Слокас 6, 19.00. Сколос 6 в 19.00. 26 мая, ребята, приходите, поверьте мне, мне будет душевно, вот то, чего сегодня, мне кажется, не хватает. А потом отнеситесь все-таки серьезно к этому. Мне жалко Лену, она свои деньги тратит, а я же бесплатно тоже не могу, понимаете, да? Мне 62 года, народный артист. Я не Гарик Харламов, я не вот этот вам, да. Мне кушать хочется не так, как барыгам, но мне хочется, и дети у меня тоже есть, и я свое право заслужил на минимальный гонорар. Какая пауза возникла там. Я думал, банкиры уже сейчас покупают весь зал, говорят, Алексей Сергеевич, а квартирничек у меня можно сейчас после спектакля. Знаешь, как хорошо работать в Одессе или в Киеве, или в Харькове. Сыграли черную шкатулку, тут же с котлетой подходит мой друг Ан. Я говорю, забирай пацанов, вот возьми, и у меня часочек на даче. А этого в Европе нет. Вот это мы должны восстановить эту традицию. Давайте. Давайте сыграем, ребята. Небольшой такой блиц. Вес, поехали. Виски или коньяк? Сейчас пиво. Раньше виски. Сейчас нет, сейчас с тяжелыми уже все. Все уже, да? Да, уже кайф. Кстати, заметила тенденцию, очень многие тяжелые напитки уже все. Уже все, да какой, умираешь на следующий. Футбол или хоккей? Футбол. Футбол. Футбол, хотя и хоккей, я фанат диких хоккей, сейчас чемпионат мира идет в Риге, но футбол, футбол, конечно. Белое или черное? Динамо Киев, как футбол. Белое или черное? Черное. Черное. Вообще, мой один из любимых. Все вижу, я в черной рубашке. Я, кстати, тоже люблю черный свет. Я в черный свет очень люблю. Сегодня что-то я в зеленом. И белый, кстати, тоже люблю черное. Белый, вообще у меня любимый, это черный пиджак, белую рубаху. Хотя я пиджаки почти не ношу. А море или горы? Море. А где вы предпочитаете отдыхать? Ну, нет, я в себе праздный вопрос, где я предпочитаю отдыхать. Вообще в Одессе я всегда предпочитал. Я жил в Одессе, я отдыхал в Одессе. Вот там я и предпочитаю отдыхать. Хотя сейчас пойду в Испанию. В Испании же друзей. После съемок в Торевьехе, мне как-то Испания... Там просто есть масса кусков, похожих на Одессу. Я просто потом скажу. Я поэтому хочу туда скорее, потому что у меня ощущение, что я в Одессу еду. Я хочу сказать, что у нас есть с вами общие знакомые, кто вас там принимал в Торевьехе. Это я потом скажу. Круто. Круто. Кино или театр? Вот сложно сказать. Со временем меняется. Раньше был театр, потом кино, а сейчас вообще группа концерт. Тик-Ток концерт, да. Или Тик-Ток 30 секунд серия, либо концерт живой максимально с музыкантами. Ребята, напоминаю, что у Алексея есть свой Тик-Ток. Следопыты называются. Тик-Ток следопыты. Дело ведет Толя Глушняк. Это я игра этого старого следователя. И молодой еврей, следователь Одессит, мой поддельник Феликс Ватман. Он же Серега Олимпиев, который в шулере играл мента с усами такой. Да. Главная роль. Вот это Серега Олимпиева, Одессит, мой серый. Шулер, замечательный фильм. Ребята, всем рекомендую посмотреть. Кто не видел, кто не смотрел, посмотрите фильм Шулер. Сама получила безумное наслаждение. Смотрела от и до все серии, на одном дыхании просмотрела. Забурилась дома и смотрела кино. Да, да. Подтверждаю. Очень хорошее, очень хорошее кино. И Одесса, мама там так снята, ну лялечка просто, ляля. Понимаю. Так, еще два вопроса. Французское кино. Какое предпочитаете? Французское, американское, итальянское или русское? Ну вообще, вот если про старое говорили, Феллини, конечно, итальянское. А Маркорта, я его смотрел раз в 40. Джульетта Мазина была моя любимейшая актриса. В то вот студенческое время и для нас Феллини был бог. Ну как и Висконти, кстати, недавно Висконти. Всем советую, посмотрите старые итальянские фильмы. Особенно с времен неореализма. Вот там вот, не знаю, итальянское. Так, если грубо отвечать, это же очень так, да? Итальянское. И вот то кино Феллини, конечно. А из советского кино вот какие фильмы? Да, ну много и так не скажешь. Там, да, очень много картин. Не знаю. В бой идут одни старики. Вот то, что я смотрел. Поскольку на Довженко это наша школьная. Потому что мы всей школой, когда Быков умер, у нас все школы на Русановке были на похоронах Быкова. Чтобы было понятно, кто такой для нас Леонид Федорович Быков был. Поэтому в бой идут одни старики. Хотя, вы знаете, есть очень крутые фильмы, например, мало кто знает, Каменный Хрест называется, кино 68-го или какого-то года. В истории мирового кино этот фильм. Снимали на Довженко конец 60-х. Это вот когда Параджанов снимал. Это вот все фильмы он тоже снимал в Киеве. Те незабытых предков это снимали в Киеве. Это уровень кино просто. Ну, Довженко, Дзигавертов. То есть, вот это вот старое. Это советское, не знаю, тут не назовешь, это российское, русское. Нет, это советское. Поэтому спросил советское. Да, вот то старое, на чем мы учились, конечно. Так, последний вопрос. Лето или зима? Хон ли лето, если я живу в Одессе, ребята, вы что? Какая зима? Лето. Какая зима? То папа у меня зиму любил. Единственное, что он говорит, сынок, все в Киеве хорошо и в Одессе. Только вот зимы нет и холода. Вот ему не хватало. А мы уже с братом выросли в Киеве. Мы мерзляки были. Я до сих пор, вот я не знаю, у меня даже, ну, старшая дочка тоже мерзлячка. А вот малая у меня, Сонька та, та, видно, в батю, в дедушку. Говорю, та расхлыстанная, вот в Голландии. На Велых, дождь идет, она в школу. Я говорю, доченька, оденька, пежать. Папа, я-я-я-я-я. То есть, а я мерзляк, я поэтому только тепло-тепло, поэтому Одесса, мама, море, и чтоб максимально солнце. Я в детстве с родителями, в 85-м году мы жили в Одессе, и папу отправляли туда учиться. И мы год прожили в Одессе, жили в Крыжановке, это в школу ходило. Ну вот, как не хватает Одессы. Я надеюсь, что скоро все закончится. И дай бог, чтобы все закончилось, и мы все могли поехать в Одессу, ребята. Конечно. Я всем голландцам, своим друзьям говорю, вы не представляете. Они были во всем мире, они все проехали, везде были. Только не были в Одессе. Даже в Киеве они были, а в Одессе не были. Я говорю, готовьтесь, вам там торба. Просто вы не представляете, что там будет. И чтоб только я вас встречал, возил и жили у меня в доме. Потому что у меня люди тоже... А мы приедем про вас снимать кину. Только помогли. Давайте с удовольствием. Welcome. Все, договорились. Дорогие друзья, подписчики наши, у нас сегодня в гостях был Алексей Горбунов. Я напоминаю, что в пятницу, 26 мая, пройдет спектакль в Доме еврейского общества в 19 часов. Моноспектакль «Черная шкатулка». И подписывайтесь на наш канал, канал в Ютубе. «Рига Студио 25 на 8». В Фейсбуке «Рига Студио 25 на 8». И в Инстаграм зайдите в шапки профиля «Мои курсы, ребята». Особенно тех, у кого есть деньги. У меня же в Риге много поклонников, людей, которые просто не знают, что мне надо лаве сегодня. Для этого эти курсы открыты, дорогие мои. Можешь не смотреть эти курсы, но если ты меня знаешь, с уважением ко мне относишься, и знаешь мои картины, просто купи себе, своим детям и друзьям. Сразу купи 10 подписок, брат. Я же тогда сразу могу как-то к пенсии даже вот так, знаешь, подходить шашками. Давайте уже поможем, чтобы Алексей спокойно жил на пенсии. Я открыто вам говорю, у меня нет тут продюсеров, агентов и барых. Я на телеке давно не появляюсь, и туда мне ни за какие гроши не затащишь. А в вашей радиостанции вы же мне сказали, что вы еще мечтали. Это все будет, да. В Одессе я мечтаю у себя дома открыть, чтобы вот это. Я открыл с утра, поговорил с людьми, две штуки прислали люди в обед, поел борща, еще поговорил, еще две штуки. Вот так оно в день раз пошел бычка ловить. С бычка включил онлайн, показал, вот поймал рыбу, видишь, еще пришло. Вот моя работа, вот она моя пенсия. Лодочка, море, савиньон, дети счастливы, солнце светит. Кому надо, тех закрыли, в тюрьме сидит, вот. Ну и мы же знаем, да, лучшее лучше. Детям солнце, здоровье самое главное. Все, ребят, мы закругляемся. Алексей, спасибо большое. Адьос, аминус. На самом деле волновалась, но получился разговор, с удовольствием вас слушала. И я надеюсь, что мы не прощаемся надолго. Спасибо большое за копию. Все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok